Афин Вы познакомитесь с местоположением Афинского полиса, занятиями населения и самыми знаменитыми сооружениями, а также узнаете, какие изменения произошли в жизни полиса благодаря принятию законов салона. Древние Афины Афинское государство возникло в Аттике. В этой области издавна жили животноводы и земледельцы. В прибрежных селениях – рыбаки, которые занимались ловлей морской рыбы. Город, названный в честь богини Афины, является одним из древнейших городов Европы. Он расположен на высоком холме, в шести километрах от моря. Легенда гласит. Поспорили однажды Афина и Посейдон, кому из них быть покровителем величайшего в Греции города. Договорились, что покровителем будет тот, кто сделает его жителям лучший подарок. Он же даст городу свое имя. Ударил Посейдон трезубцем, и потекла вода. Обрадовались люди, но вода оказалась соленой. Тогда Афина воткнула свое копье в землю, и превратилось оно в оливковое дерево. Решили люди, что этот дар бесценный. И город был назван в честь Афины, которая и стала его покровительницей. В восьмом веке до нашей эры Афины превратились в центр самостоятельного государства полиса. На улицах города появилось много лавок и ремесленных мастерских. В них трудились гончары и башмачники, кузнецы и каменщики. На Акрополе, возвышенной и укрепленной части города, стояли святилища и храмы, а также хранилась государственная казна. Давайте посмотрим, как выглядел афинский Акрополь в древности. Афинский Акрополь в древности Афинский Акрополь в древности Афинский Акрополь в древности. Афинский Акрополь в древности. Знаменитое место Афин – Агара, расположенное вблизи Акрополя. Она служила местом собраний граждан полиса. На Агаре по рыночным дням шла бойкая торговля. Со всех концов Аттики сюда съезжались сотни людей. Афиняне покупали продукты питания, а земледельцы – ремесленные изделия. Чего только не было на рынке. Амфоры, бочки для зерна, кувшины и чаши, мотыги и серпы, шерстяные ткани, кожаные сандалии, прозрачное оливковое масло, лук и чеснок, овечий сыр и свежая рыба. Велик спрос на пшеничную муку, которую можно было купить только ранним утром. Большой отдельный ряд у продавцов вина. Греки употребляли вино в разбавленном виде. Пьянство же осуждали. У лотков с серебряными браслетами, кольцами, серьгами надолго останавливались женщины. Все расплачивались монетой, на которой изображались сова и голова богини Афины. Поставьте видео на паузу Мы уже знаем, что афинский демос был недоволен притеснениями со стороны аристократов. Между гражданами афинского государства готова была разгореться кровопролитная война. И все же они опомнились и стали искать выход из сложившегося положения. В 594 году до нашей эры афинские аристократы и демос созвали народное собрание и избрали архонтом всеми уважаемого салона. Происходил салон из знатного рода. Нужды не знал, но и богатым не был. С молодых лет салон вел морскую торговлю, которая в Греции считалась почетным занятием. О новом правителе говорили немало хорошего. Он был исключительно честен, одарен умом, писал стихи. Прославился, как мудрый и дальновидный человек. Салона наделили большой властью, лишь бы он спас отечество от кровавых раздоров. И салон оправдал доверие афинян. Он запретил долговое рабство. Все афинские граждане провозглашались навеки свободными людьми. Рабство сохранилось только для чужеземцев, взятых в плен или купленных. Всех граждан салон разделил на группы по размерам дохода. Высшие должности в государстве могли занимать только самые богатые. Отныне к управлению государством допускалось не только знать, но и выходцы из демоса. Высшим органом власти в Афинах стало народное собрание. На нем решались важные государственные дела и принимались законы. Законы салона были вырезаны на деревянных досках, которые установили на главной площади Афин. И договорились, что каждый, кто нарушит хотя бы один из них, должен будет во искупление вины посвятить богу статую из чистого золота высотой в человеческий рост. Благодаря законам салона в Афинах начался переход от аристократии к демократии, то есть власти народа. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Подведем итоги. Афины – один из самых известных полисов Древней Греции. В Афинском полисе власть на долгое время захватили аристократы. Это едва не привело к войне демоса и аристократа. Законы салона не допустили кровопролития и заложили основы демократии в Афинах. Для качественного усвоения темы и закрепления знаний рекомендуется прочитать параграф учебного пособия и выполнить задание. Также можно выполнить задание по QR-коду на планшете или мобильном телефоне.